Продолжение следует... Это первая в наборе Талмудов, среди 20 томов, это первый том. Это четвертая глава, Пэрэк-Далет. Глава называется Тфилат-Ашахар. Это первые два слова, Мишны, с которыми начинается эта глава. В первых трёх главах, ну, два слова сказать, в первых трёх главах трактата Брахот мы изучали, кто-то его изучает, законы чтения. Криат-Шма называется, чтение Шма. Шма – Исраэль, Ашем-Алукэн, Ашем-Эхат, и всё, что сопутствует в первой части. Вторая часть, третья – Брахот, которые идут, благословения, которые идут перед Шма и после. И прямо так начинается Матай, и Матай, когда заканчивается время чтения вечернего Шма. Это первые три главы, и там много говорится, много интересного. И вот сейчас, в четвёртой главе, начинается новая тема для трактата Брахот, и новая тема эта связана с молитвой Тфила. Так называется молитва Тфила, а именно Шмонесра. Та молитва, которую мы произносим три раза в день в обычные дни. Сейчас я скажу несколько правил об этом. Шмонесра, 18 богословений, на самом деле 19, тоже скажу. И вот этой молитвой и занимается дальше наш закон в нашей главе, в нашем трактате. И так её называют просто Тфила, хотя Тфила вообще всё Тфила, всё, что мы произносим перед Всевышним. Но её очень часто называют Атфила, Тфила, молитва. И мы часто здесь будем тоже говорить Тфила, молитва. Ещё её называют Амида, поскольку её произносят обязательно стоя, и поэтому не все молитвы стоя произносятся, её называют Амида. Вот на эту тему мы и будем говорить несколько слов. Дело в том, что есть спор между мудрецами Талмуду, в частности, на тему «Сама молитва», любая молитва, и в том числе наша молитва Амида, Шмонесра, являются ли они заповедью Торы? Молитва – это заповедь Торы или нет? Или же это постановление мудрецов? А «Сама Тора» только поставляет – молитесь. А как молитесь, это уже ваше личное дело. И есть два мнения, два серьёзных таких полярных мнения. Одно из них так обычно начинает, принадлежит Рамбанну, а второе – Рамбанму. Рамбам, а Рамбам. Рамбам пишет, что это не что иное, как заповедь Торы. Но сначала я скажу про Рамбанн, Нахманит, а второе – Мэйма, Рамбам. Рамбанн считает, что это указание древних мудрецов, а в самой Торе вообще такого указания нет – молитесь. Там нет такого. А Рамбамм опирается на мнение других мудрецов эпохи Талмуда и считает, что есть такая заповедь, именно молиться, молитву. И она записана, раз есть в Торе, заповедь в Торе, то где она в Торе сказана об этом? Шмот, 23 глава, 25 стих. Там написано, служите Всевышнему, вашему Богу, там сказано. Служите. Авода. Авода, понимается именно молитва Тфила. Каким образом молитва Тфила? Да потому что в другом месте, дворим, в 11 главе, 13 стих, там так сказано, служите всем своим сердцем. И поэтому служить связана служба перед Всевышним, связана с сердцем, с сердечным переживанием, квана называется, определенным состоянием и обращением ко Всевышнему. А раз так, то служите Всевышнему, это называется молиться Всевышнему. Так выводится это правило. Нет другой службы сердцем, кроме молитвы. В то время как мудрецы, которых представляет у нас в этом споре Рамбанна, говорят, что служите Всевышнему, это называется просто состояние, определенное перед любой заповедью. Вот это вот исполнение любой заповеди, с кваной, кавоны называется, да? То, что делают хасиды, обязательно, чем он отличается от всех остальных, тем, что они даже произносят в кавону, вот сейчас я сделаю такую-то заповедь с таким-то вот содержанием, и целая формула идет. Это обязательно у них. И Рамбанна пишет, что именно об этом сказано, служите Всевышнему, а это не связано с нашей молитвой. Ну, и еще два слова о том, как понимается заповедь молитвы из Торы. Где в Торе написано, что нужно им таким образом молиться? Так вот, нигде сказано, служите своим сердцем, молитесь, но форма молитвы и время для нее, стоя ее читают, или сидя и так далее, ничего этого в Торе нет. И поэтому так и было раньше, времена храма, и первого, и второго, каждый молился как мог. Один молился один раз в день, другой молился хоть пять раз, хоть шесть, сколько угодно, своими словами высказывали свои просьбы. Рамбанн пишет, что обычно так и делали, сначала обращаясь к Всевышнему как с признанием его, с заявлением о том, что он всемогущий и так далее, чтобы не было просто человек приходит и говорит, дай мне тот и тот. Сначала идет признание, да? Потом сказывались просьбы, и такая была практика в еврейском народе просить за еврейский народ, а не за себя лично, лучше за всех вместе, и ты, клай называется, да? Общее присутствие во всем еврейском народе. А уже в конце благодарность, да, то да, да, благодарность о том, что Всевышний выполняет наши просьбы, спасибо большое за то, что он делает хорошие, только хорошие вещи, в частности, мир, шалом еврейскому народу. Так это оно и было до тех пор, пока до эпохи Эзры, когда мы ушли в Галут. А, я сказал, что так молились и в первый храм, и в второй храм. Только первый получается. Потом начались усовершенствования как раз в эпоху Эзры. Эзра постановил, что нужно молиться по определенной форме, по определенной формуле. Почему? Мы, уйдя в Галут, в Рассеяние, стали жить рядом с другими народами. А у других народов есть другие языки, другие слова, и это, конечно же, оказывает влияние на нас. И начали вот эти вот слова и выражения, и новые понятия входить в словарный запас и в культурный запас евреев того времени. И получилось, что каждая община в каждом городе, в каждом государстве среди другого народа начинает, не дай Бог, молиться по-своему. И так можно уйти далеко в сторону от первоначального направления. И поэтому постановили, что нужно будет сделать определенную форму или формулу, если хотите, по которой нужно будет молиться. А именно сделали 18 благословений, браха, такое слово Барух, Ашем, Атай, Лукейн и так далее. А потом сказано, за что благословляем мы тебя, признаем твое благословение, кто кого благословляет, благословляет. Так и сделали первые три благословения этих 18. Это признание Всесилия, Всемогущества Всевышнего и то, что он был Богом наших трёх прадцев. Потом идут просьбы за весь еврейский народ. И их набралось таких 12. После трёх – 12, а потом три. Благодарность его за то, что он делает нам. РЦ, что ты выполняешь свою волю, и мы с этим согласны. И за то, что ты делаешь нам хорошие вещи, мы тебя благословляем. И за то, что нас благословляешь, свой народ, миром. Так три последние заповеди. Потом, правда, сделали ещё 19. Это уже было в эпоху Рабана Гамлея. То есть, это уже эпоха завершения второго храма. И дальше это уже после разрушения второго храма. Почему? Потому что в еврейском народе очень появилось много сект. И были люди, которые, к сожалению, доносили, евреи сами доносили властям на евреев. И вот такое вот благословение с отрицательной коннотацией, да? Чтобы ты разрушил замыслы тех, кто на нас наносит, больше ним. И те, кто не соблюдает заповеди вместе с нами, а делает свои заповеди. Сектанты, сейчас говорят, да, на современном русском языке. И эта заповедь была, не заповедь, а благословение было 19. Поэтому у нас 19 бусловение, но на старое название осталось шмоне-эсре, 18 бусловение. И сделали, установили они не просто саму форму молитвы шмоне-эсре, а ещё установили, что нужно молиться теперь три раза в день. В будние дни три раза в день. И всё это в соответствии с чем? В соответствии с теми жертвоприношениями корбонот, которые приносились в храме. В храме приносилось ежедневно общественное, не личное жертвоприношение, а общее, да, от всего народа. Проносилась такая жертва, он назывался тамид. Она была сборная, и в начале с утра её сжигали. По определённой части, там очень много законов есть, но вот по определённым законам её сжигали. Был утренний тамид, тамид, от слова «всегда» – постоянная жертва. Она никогда не прерывалась до греков. Первый раз она прерывалась при греках. Не было у нас чем сделать эту жертву. И утренний, она начиналась с рассвета, приносили эту жертву до обеда. И вот назывался она «шахрит», «шахрит» – это слово «шахр», да, «утро». «Шахр» – это заря на восточной части небосклона утром, а «шахрит» – это утренняя. Тамид была утренней жертвоприношением. Вторая жертва была, тоже была тамид, тоже называлась тамид. Она приносилась уже ближе к вечеру, бен Арбайм, Арбайм. Я не знаю, я буду её называть дневной, потому что всё ещё день идёт, ещё нет ночи. Хотя называется вторая жертва. Мы её называем минха. На самом деле, минха – это та часть, которая прикладывалась к тамиду. Вот, в частности, хлебная минха, приношение. Ещё кроме мяса, кроме сжигания жертвы и мясной, ещё происходили другие вещи, добавляли. Это называлось минхой. И утром минха, и вечером. Но утренняя жертва, жертва жертвоприношения, называлась шахрит, а дневной не называлась никак. Так называлась бен Арбайм. И поэтому назвали минхой вечернюю молитву, которая соответствовала этому жертвоприношению. И ещё было сделано, не что иное, как третья вещь. Третья молитва была сделана. Она была сделана уже вечером. Она не соответствует никакому жертвоприношению. Но в это время были определённые операции с теми вещами, которые остались на мисбэях, на жертвеннике. До утра они лежали. И поэтому, поскольку храм ещё работал, и у нас некоторая работа, то и делают ещё и эту молитву, которая называется «Маариф», от слова «вечер». Маариф – это то, что уже ушло, прошло запад. Мы её будем называть «Аравит». Сфарадим её так и называют. Ашкеназиям говорят «Маариф», часто «Маариф», «Аравит» мы её будем называть. «Аравит» – это слово «эров», «вечернее». Хотя, на самом деле, она уже ночная. Почему? Потому что она читается, как правило, после заката солнца, когда приходит новый день. Так вот, наша мишна, первая мишна третьего перака, четвёртой главы, занимается определением времени, когда читаются эти молитвы. И сейчас будет сказано про шахарит, про михов, про мусов, ещё и дополнительные, кстати, жертвоприношения дополнительные. В храме приносили не в будни, а в праздники, в полупраздничные дни, хольгамоэд называется, да, Песоха и насукот, между праздниками начинающими и закрывающими. Обязательно приносилась такая жертва мусов по определённым правилам. И мы, она сразу после шахарита шла. Есть у нас тоже такая молитва под тем же самым дням, суббота, рошходышного месяча и праздники, и полупраздники, хольгамоэд, произносится эта молитва. Она идёт сразу после шахарита, перед Минхой. Ну, после шахарита сразу, а перед Минхой, Минхой, когда у вас будет, тогда она и будет. И сейчас у нас здесь будет рассказано, когда все это начинается и кончается, надо сказать, что в то время не было такого понятия, как шаа, в нашем понимании, шаа – это час. Чтобы сказать, до какого часа можно читать что-то, произносить. Кстати, мы уже, в общем, вот тоже мало кто обращает внимания. Про молитву Тфила не говорят читать. Её не читают. По-русски можно сказать, да, читает Кандиш, читает молитву. Раф Паличук это заметил, его в своих книгах исправляли. Вот, например, Шма читают, Крият Шма. Прям читают, произносятся, это Крият, чтение. А что читают? Тгелем читают, но молитву не читают. Хотя я иногда могу сказать, например, ну, прочли шахарит или Минху, всё понятно. Но на иврите это будет обязательно Митпалэлим, Митпалэль Тфила, молится. Шахарит молится, или молит вообще, тут нет возвратности на иврите. Минху молится и так далее. А Кедуш, Макадшим, освящают. И тоже его не молятся и не читают. Его освящают. Макадеш, Макадеша, Шаббат, да? Это Кедуш и так далее. Ну, это такие два слова. А теперь, каким часом занимаются? Что такое час в иврите? Ша-а. Час очень простой. Делают ша-а шин айн эй, женский род, ана час. Делают таким образом. Весь светлую часть дня, с начала дня до конца дня, делили на 12 равных частей. И это называлось часом. Поэтому, когда говорили, что Шахарит считает такого-то часа, это не наши часы, которые независимы ни от чего. 24 часа. Каким-то образом постановили, что это полдень, это полночь. Ну, наверное, когда Солнце стоит в зените, это будет полдень. Кстати, у нас тоже совпадает с этим понятием наше деление. Делают светлую часть суток на 12. И поэтому, там, где будет цифра 6 стоять, конец шестого часа, это и будет полдень. А начало у нас с началом дня совпадает это деление. Есть ещё и ночные часы. Поэтому, кстати, если так делить, то мы понимаем, что летние часы, называется Шаазмонит, временной час, так можно сказать? Не наш обычный принятый, общий европейский, американский час, а именно в еврейском понимании вот этот временной час, он меняется. Потому что летом день длинный, зимой короче. И поэтому час зимой будет короче, меньше, чем час летний. Теперь, с чего всё это начинается? Я всё время говорю, когда начинается день. И когда день начинается? Есть два мнения. Записано они у Магана Авраама, а второе мнение записано у Агра, Веренского Агаона. Ну, понятно, что они это получили от своих учителей. По первому мнению, день начинается с рассвета. То, что называется Амудга-Шахар. Вот. Начинает светать, и звёзды блекнут. Вот с этого момента. А завершается появлением звёзд на небе. Каких звёзд? Звёзд обычно средних. Не самых ярких, там, планет каких-то, ещё что-то. Что-то Бэйноним. Звёзд Куха в Бэйноним. Вот таких три звезды появляются. Вот это называется Цет-Га-Кухавимма. Цет – это выход, выход, появление звёзд. От ухода звёзд до прихода звёзд, до появления звёзд. Вот это будет светлая часть дня. Это Магана Авраама. А второе мнение Агра. Всё связано с Солнцем. Не со звёздами, а с Солнцем. Звёзды, Солнце поднимается. Вот сейчас только оно поднимается. И это у нас будет Неза-Хама. Нез – это первые лучи Солнца над горизонтом. И завершение заката, когда Солнце, диск Солнца закатывает за горизонт. Вот в этот момент, при завершении, это называется Шкия. Шкия. Мы признаем Шкия. Ушло, вошло внутрь, в Землю. Отсюда, это меньший период, это называется светлая часть рассудок. По первому мнению, есть ещё сумерки сюда относятся. По второму мнению, сумерков нет. Всё связано с Солнцем. Все предварительные вещи, которые нам нужны, мы сейчас рассказали. Если осталось только сказать, что такую вещь. В первых трёх главах нашего трактата говорится о Шма и начинает с вечернего Шма. А вот сейчас мы будем говорить о Тфиле и будем говорить сутренней Тфиле. В чём разница? Объяснений несколько. И этим будет заниматься Гемара. Но одно из объяснений такое. В самом стихе, книга Дворим, шестая голова, седьмой стих, там сказано по поводу чтения Шма, то, что мы произносим в Шма. Там так написано. Когда ложишься и когда встаёшь. Шок бэха вэ кумэха. Когда ты ложишься и встаёшь, вот тогда и будешь читать Шма. Видите? Ложишься и встаёшь. Сама Тора так постановила. Ложишься – это вечерняя Шма. А встаёшь – это не днём, когда ты спишь, да, фиеста, а ночная фиеста. И встаёшь – это утреннее. Поэтому сначала вечерняя Шма занимается, а потом утреннее. И это тоже не просто так. Почему? Потому что вообще-то ещё и сказано Брияда Аулам в трактате, в книге Берешит, в первой главе книги Берешит, пятый стих. Там прямо так сказано. Первый, пятый стихе – и был вечер, и было утро. И это сутки. И поэтому Шма у нас связана с сутками, был вечер, вечерняя Шма, а потом утреннее. А вот с молитвами об этом не сказано, хотя тоже вроде бы сутки есть, да? Но считается, что первое жертвоприношение приносилось утром, так у нас написано и сказано, этим занимается. А второе жертвоприношение за ним, и вечернее, последнее, уже не вечернее жертвоприношение, а служба в храме, происходило вечером. Видите, это всё дневная работа в храме. Потом храм закрывался на ночь. И поэтому мы начинаем сегодня с утренней молитвы. Некоторые ещё так говорят, что начинают с утренней молитвы, потому что это хи-юв, а заканчивают вечерненьем, потому что это ршут. Что это означает? Хи-юв – это обязанность, хочешь, не хочешь. Всё мужское население еврейской части нашей планеты обязано произносить молитву. Это называется хи-юв. В миняне – замечательно. В храме – очень замечательно. Нет храма, нет миняна – один можешь произносить. Но хочешь или не хочешь, нужно это произносить. Дензель-сахи-юв – обязан. Также обязан проводить субботу, тфилин накладывать. Это называется та-сэ. Заповедь – сделай. Женщины от этого свободны. Мы ещё будем об этом говорить. Всё равно наши женщины произносят и шахрит, и минху, чтобы вы знали. Вечерние свободны. Могут приносить, ничего страшного нет. Тфилин не нужно нашим женщинам надевать на себя. А вечернюю молитву могут произносить. Вроде бы говорят, какая разница. Есть такие, которые берут на себя эту обязанность. Но утреннюю и дневную они обязаны. И они не связаны с Минином. У них более лёгкий график. Минин – это 10 евреев молится одновременно. Шма-эсрея можно говорить отдельно. Извините. А шмана-эсрея, хотим или не хотим, нужно произносить в Минине. Есть такая возможность. Нужно искать такую возможность. Надо делать в Минине. Что такое? Хи-юф обязаны произносить первую молитву. Шахрит. Мусов также. Вторую молитву. Минха обязаны произносить. Хи-юф. А вот про третью сказано Ршут. Ршут право. Вроде бы это звучит так. Хочешь произносить, хочешь не произносить. Это не так. Почему? Это называется, что если пришла другая заповедь в это же время, и совпал по времени с вечерней молитвой, вторая заповедь Торы пришла, то ты откладываешь молитву и делаешь вторую заповедь. Потом скажешь вторую молитву. Но если так получается, что вообще и молитву не можешь сказать, делаешь заповедь Торы. Вот почему это называется Ршут. Только поэтому. Ну, а теперь начинаем читать. Перед нами лист Талмуда. Называется этот лист «Дав Кав Вав Амуд Бейт». Вот сейчас начинаем. И сейчас самое время сказать, что наш урок идет в память Ильягу Бен Михаэль. 26-й лист. Вторая страница. Я сказал «Бейтс». Нет, первая страница. Амуд Альф. Даже его могу показать. Сейчас покажу. Будет видно, да? Да, или нет. Ну, еще посмотрите. Столбик, а примерно нижняя треть написано «Хадран». Благодарность и обещание вернуться к предыдущей главе, к третьей. А потом начинается наша Мишна. И не написано «Матнитин». Первая Мишна без всякого... Все знают, что все начинается с Мишны. Написано «Тфилат». Такими толстыми буквами вместо Мишны написано «Тфилат Ашахар». Молитва, утренняя молитва. Вот с этого места мы с вами сегодня начинаем читать. Будем читать на южите. И по-русски будем переводить. Читаем. «Тфилат Ашахар Ад Хацот». Четыре слова. «Тфилат Ашахар» – молитва утренняя, молитва утра. «Ад Хацот» до «Хацот». «Хацот» – это полдень, до полудня. Утренняя молитва Шмона Эстре, она называется «Шахарис», произносится «с начала дня до полудня». И не раньше, до начала дня не надо читать. И позже тоже без луку читать. Так сказано без луку. Нету заповеди. На этом теме тоже поговорим. Так сказано в Шмона Эстре. Это мнение не сказано, кто его произносит. Просто так написано, такой закон. Если бы это было мнение частное, а с ним бы кто-нибудь спорил, то было бы сказано, такое-то говорит кто-то. Здесь никто не говорит, поэтому это называется «первый учитель» – Танакама. Или, если хотите сказать, мудрецы. Потому что с этим Танакама – это Танава учитель, Кама – первый на арамейском языке. Все с ним согласились, потому что если бы они не согласились, их мнение было бы здесь приведено. Не согласился только один человек. И зовут его Раби Иуда. Сейчас он скажет. Это тоже непростая вещь. Были люди, которые согласились с Раби Иудой. Больше того, я вам скажу по секрету, забегая вперед, что сама Гемар так скажет. Вот такой закон, как Раби Иуда. Так он поставил. Танакама сказал утреннюю молитву с начала дня и до хацот. Половина светлого дня. Тут рассвет или появление зари. Смотри, по какому мнению идем. Тут финал дня или закат, или появление звезд. А тут посередине что? Полдень. Хацот. Слово хеце – половина. Вот первую половину и можно произносить молитву шахрит. Здесь нет обсуждения такой темы. Что значит произносить шахрит? Нужно успеть начать или успеть кончить шахрит? Вот этим здесь не занимаются. И поэтому скажем, ну, хотя бы начать. Раби Иуда, Омер, Раби Иуда с этим мнением не согласен, что в первую половину дня надо читать шмонавистры. И он говорит такую фразу. «Ад арба шаот». «Ад арба» и все переводит до четвертого часа. «Арба шаот» – четыре часа. До четырех часов. Так можно сказать, да? До четырех часов. Тут здесь возникают некоторые переводческие проблемы до четырех часов. Поэтому я перевожу до четвертого часа. Не до четырех часов, до четвертого часа. Причем вопрос, включительный или не включительный, этим занимается дальше гемера. С чем это связано? Связано с тем, что, например, напротив меня часы, я вам не буду их показывать, я их смотрю, на них смотрю, двенадцать разных чисел вокруг них, и каждое из них число – это в полдня перед нами, да, с нуля, который сопитается с двенадцатью, и до двенадцати. Полдня. Двенадцать часов. И когда мы говорим, например, до четырех часов, понятно, что вот когда стрелка дойдет вот до этой цифры, или даже до целого часа – четыре. То есть прошло четыре часа. С нуля до четырех прошло четыре часа. До четырех. Вообще-то, на самом деле, это мы так говорим. И связано только с часами. Обратите внимание, с годами так уже нет этого. Не говорят до четвертого года. Не, не так. Не говорят до четырех. Не говорят до четырех. Так и говорят до четвертого. Ну-ка, сейчас какой год? Две тысяч четырнадцатый. Это порядково-числительное. Две тысячи четырнадцатый год. Двадцатый год. Десятый год. Так, до начала или до конца? На самом деле, мы сейчас находимся с вами в середине две тысячи четырнадцатого года. Еще не прошло две тысячи четырнадцатый лет с той момент, который называется нулевой отметкой. Нет нулевого года, есть нулевая отметка. Так вот, как нет нулевой бутылки, есть первая бутылка. Вот в ящике 20 бутылок, это первая, нет нулевой бутылки, а это десятая или двадцатая, сколько у вас в ящике бутылок лимонада? 20, двадцатая. Значит, 20 относится к первым двум десяткам, это ящик. 20 столетий, 2000 год, относится к чему? К 20 столетию. Всё, что с нулём, относится к предыдущему. 10 – это десятка, последнее число – десятки. Поэтому 21 столетий начинается в 2001 году. Первый год начинается, и второй ящик начинается с 21 бутылки. Такой простой подход. Но, вы слышите, есть порядка вычислительная. С годом связано, мы сейчас в 2014 году, а 2014 лет ещё не прошло. Мы находимся в середине. Как мы говорим, сколько лет мальчику? Мальчик, он говорит, четыре. Это означает, что четыре года прошло. Он, можно сказать, пятый. Вот как мы года считаем, это значит, где-то, наверное, скорее всего, он хочет быть взрослым, четыре с чем-то. Но пяти ещё у него нет, только пятый. Когда мы говорим 2014, ещё нет 2014 лет целых. Он сейчас только исполнится. Вот с часами можно было бы то же самое говорить. Есть четвёртый час, есть пятый час. Как есть четвёртая бутылка, пятая бутылка. Нет, бутылка пять. Это цифра только, куда стрелочка подходит. Есть четвёртый час, есть пятый час. Другое дело, что мы, когда мы говорим до чего? До четвёртого часа. По-русски это звучит до начала четвёртого часа. То есть до трёх. Чего же мы не сказали до трёх? Ну, предполагали, что, будем говорить, а три ещё что-то. А в пространстве совсем по-другому. Когда мы говорим до чего-то, это до начала мы говорим. Например, у меня спрашивают, как доехать по Невскому до Литейного? Ну, очень просто, я говорю, если мы смотрим за стороны Московского вокзала. Вы были в Питере? Я там был пару раз. Идёшь прямо, доходишь до второго квартала и поворачиваешь направо. Это будет Литейный. До второго, значит, его не надо проходить. Правильно ведь, да? И нужно перейти перед ним. Поэтому и понятно, что я сейчас сказал. А к мне говорят, когда выходить на Литейном, я говорю, да ешь до четвёртой остановки. Включай четвёртую остановку. Не как с кварталом раньше выйти, а нужно включить эту остановку туда. Много, видите, есть разных соображений языковых. Так или иначе, в Эвриде, когда говорят ад арба, ад арба шаот, сейчас говорят ад шаарба, да, до четырёх часов, это подразумевает включительно. По-русски так не говорят. По-русски говорят начально. Ну, этим тоже будет заниматься. Так или иначе, Раби Иуда сказал, что утренняя молитва произносится до четвёртого часа. И четвёртый час – это четыре часа. До четвёртого часа включительно. Нужно будет написать здесь включительно. И четыре часа – это же не что иное, как треть от двенадцати. Значит, мудрецы говорят, половину светлого дня, всю половину можно читать шахрис. Ведь читатель сказал произносить шахрис, молиться шахрис. А Раби Иуда сказал, нет, треть только. И он получал от своих мудрецов, что так делали с Курбаном, с жертвой Тамид. Её нужно было сжечь и вообще всё это сделать до исхода четвёртого часа. То есть, он не просто так это всё передумал. И так далее. Ад арба шаот. Всё, закончили мы с шахрисом. Нужно только заметить, что закончится и мы закончили. Мы говорили только, до какого времени читается. А с какого времени читается, мы же не сказали, произносится. Так вот, по поводу начала молитвы, Мишна Наш ничего не говорит. Считается само собой понятным, что начало молитвы совпадает с началом жертвоприношения. И поскольку утренний Тамид, утреннее жертвоприношение Тамид делает с момента появления света на небосводе, на небосклоне, на небесном своде, то и шахрис надо начинать тоже на заре. Тем не менее, закон, несмотря на то, что нужно начинать на заре, устанавливает, что молитву Тфила, не Шма, а Шмонейсты, произносит с первыми лучами солнца, а не когда освещается в Невосток. Знаете, как сказано? И сказано это в самом начале прохода, когда Шма уже можно читать. Человеку нужно Шма читать. Я часто ездил в Россию, на Украину, ещё куда-нибудь я ехал, и самолёты улетают в конце ночи, рано-рано утром. Поэтому приходилось выходить из дома ночью, и надо было посмотреть, когда же Шма мне прочесть. Удобно. И поэтому меня этот вопрос очень интересовал. Его можно читать перед рассветом, даже когда только-только-только-только появляется, освещается небо. Так вот, написано у нас в наших книгах, когда человек может различить другого человека на расстоянии четырёх шагов. Или фигуру его, или лицо. Сказать, о, этого я знаю. Поскольку в ночи, там, где нет вообще никакого света, мы говорим о состоянии, когда никакого дабачного света нет, и когда он уже видит вот из-за этого света безлунную ночь, и когда он видит этого человека, тогда уже можно читать, если это происходит из-за лучей солнца, которые ещё в рассеянном виде. Вот тогда шагов можно начинать. Так вот, тем не менее, молитву произносят с первыми лучами солнца, но не раньше, вернее, чуть-чуть раньше, чем, может быть, солнце появится. Но вторая молитва – это сейчас у нас будет Минха. Читаем. Тфилат Га Минха. Молитва Минха. Мы говорили об этом, что так называется, то добавочная часть жертвоприношения к Тамиду, да? Но поэтому дневная молитва и называется в память о том, а то и добавочная часть. Тфилат Га Минха «Адда Аэров» – до вечера. Дневная молитва произносится «до вечера», но не позже наступления вечера, когда уже вечер начался, например, звёзды появились, всё уже Минху не произносит. Раша написал «до вечера», он так написал «до наступления темноты». И объяснили Раше, что имеется в виду выход первых звёзд, первых трёх обычных звёзд, не самых ярких. А есть другое мнение, до какого? До захода солнца. И снова, наша Мишна не занимается вопросом, когда начинается произнесение Минхи. Как она занимается вопросом, когда начинается Шахрис? Об этом будет дальше сказано в Гемаре, когда начинается Минха. Ну и сейчас, может быть, два слова скажем, кстати, тоже об этом. Так сказал Танакама, видите, он так сказал, Шахрис до полудня, раби его говорят, нет, до окончания первого-третьего дня, а не половины. Минха, Танакама говорит, первый учитель говорит, до вечера, раби Гуда Омер, раби Гуда Омер говорит, он и сейчас говорит, ад плаг, плаг Аминха. Плаг Аминха – это такая точка на нашем циферблате, которая была следующими свойствами. Это не что иное, как час с четвертью до наступления вечера. Час в том смысле, как мы говорили, мы делили всё на 12 частей, такой час. И плаг Аминха, плаг – это половина разделения. Есть определенное понятие Минха. Минха – это, оказывается, тоже точка на нашем циферблате. А именно, когда надо бы читать Минху. Это самое хорошее время, когда приступали к приносить жертву тамид в храме. Могли начать раньше, как правило, её начинали за два часа с половиной до наступления вечера. За это время всё нужно было успеть. Вот плаг Аминха – это середина этого времени. Два с половиной делим пополам, час с четвертью. И вот нужно Минху прочесть. Вы начинали раньше, или в момент Минхи. Это называется Минха Ктана. Так называется. Немножко осталось. Два с половиной часа – это маленькая Минха. То до плаг Аминха. Час с четвертью нужно было успевать. Так сказал Раби Иунда. Как будет, объясняется дальше. Будет у нас объясняться. В, где? В Гемаре. И всё это делано, что в связи с Томид Бен Арбайм, я говорю, сумеречный, надо его называть, вообще-то. Я называю дневной. Вообще-то, он, конечно, вечерний, а Дарбайм – это сумеречный. Сумерки – это уже очень близко к завершению дня. Пока мы знаем, что есть маленькая Минха, два с половиной часа. И есть ещё и большая Минха, когда вообще можно начать Минху, но нельзя начинать её раньше. Большая Минха – это главный Икар. Можно уже начать, приступить, особенно если много было жертв, то и начинали, чтобы успеть, начинали пораньше. Но никак не раньше такого времени, которое называется девять с половиной часов. Такая точка – девять с половиной часов. В конце девятого часа происходила ещё половина. Шесть часов – это что такое? Минха – это у нас хацот, полдень. Двенадцать часов, а девять с половиной – это есть, да? Два с половиной часа остаётся. Это называлась Малая Минха. А Большая Минха – это шесть с половиной. Шесть часов и ещё полчаса. Тогда можно было бы уже и начинать, в принципе, можно начинать молиться. Итак, Танакама – шахрис – полдня, Раби Вуда – треть. Танакама – Минха – до вечера, Раби Вуда – нет. До момента, когда будет час с четверти до наступления вечера. Хорошо, идём дальше. Тфиладха Эв – вечерняя молитва. Эйнла Кэва. Не сказано ни о чём. Эйнла Кэва – это называется «Нет у неё установленного времени». Вот до такого, имеется в виду, окончания её. То есть, время чтения вечерней молитвы – вся ночь до, после того, как звёзды появились, до наступления утра. Вы можете её читать. И Раби Вуда с этим согласен, но ничего не возражает. Есть ещё у нас время молитвы Мусов. Тоже очень интересно. Мусов вообще читается, что после Шахрица. А тут уже прошли и Шахрид, и Минху, и Марьев, а потом, говорит, Мусов. Потому что Мусов читается иногда, а это читается всегда. Тамид – всё, что делается чаще, одна вещь делается чаще, другая режет. Поэтому упоминается всегда то, что чаще. Упоминается или делается нами. Шахрид всегда, Шахрид всегда перед Мусовом, потому что он каждый день. А Мусов только по определенным дням. Время молитвы Мусов – весь день. «Шель Мусафин Коль Айом». Так написано. «Шель Мусафин Коль Айом». Не написано «Тфила». Не написано «Вав И». «Сказали мудрецы Танакама, молитва вечерняя, где у неё нет установленного завершения до утра». Кстати, между прочим, почему не сказать до утра? Взяли бы и сказали до утра. Сказано «Энла Кэва». Это означает, что отсюда, мы же увидим в Гемаре, и выводится, что это нет обязанностей хиуф. Это Рашут. Так учил Рабан Гамлеев. «Вэ Шель Мусафин Коль Айом». И продолжает этот Тан, этот учитель. А «Шель Мусафин» – арамейская форма множественного числа. Мы сказали бы «Мусов» во множественном числе «Мусофы». А «Мусофы Коль Айом», почему-то их много в праздники, в субботы и так далее. Время молитвы Мусофов Коль Айом весь день. Самое интересное, что «Мусов» произносили сразу после утренней молитвы «Тамид». Поэтому и «Мусов» молитву, после утренней жертвы «Тамид», утреннюю молитву «Мусов» сразу же, произносим сразу же после молитвы «Шахрис». В принципе, уже можно делать «Кедуш» и в субботу. Мы прочитали «Шахрид», после чего уже можно делать «Чтору» почитали. Можно идти по домам и делать «Кедуш». Разрешается есть. До этого мы не могли есть, не могли «Кедуш» делать. А мы произносим «Мусов», потому что такой же у нас обычай, а потом уже делаем «Кедуш». Но «Кедуш» можно было бы не задерживать за «Мусофа». Кто не может, например, тяжело ему стоять, и там еще что-то, он может идти домой делать «Кедуш». А вот здесь Раби Иуда уже возразил. На Марев он смолчал, добрался терпения и смолчал. Он согласился. Нет установленного времени для вашего Марева, Равид, до утра. А здесь он сказал «Раби Иуда умер ад шева шаот». До окончания шева шаот. До седьмого часа «Мусов». Шесть часов – это полдень. Завершение шестого часа. А теперь завершение седьмого часа. То есть окончание первого часа после полудня. Вот это завершение «Мусофа». Дальше «Мусофа» уже можете не читать. Время прошло. Все скажете, ну как же, а я вот захотел. Ну, захотели, хорошо, бывает, захотел. Я, примерно, хочу, я не знаю, что, прочесть, прочитать, произнести вчерашний шахрис. Шахрис, который был в прошлый четверг. Все, прошло время. Всему свое время. Это чисто еврейское. Еврейский поток делал. Вот и вся Мишна. Сейчас мы почитаем несколько слов Гюмары, чтобы сегодня у нас была Гюмара. Гюмара – это комментарий на Мишну. И начинаем читать и объяснять. И в Мишне было сказано, что шахрис, повторяем, произносит или до полудня, так сказали мудрецы, или до завершения первой трети дня. Это мнение раби Иуды. У Ремингу – это такое красивое слово. Ремингу – это чисто арамецкое слово. И таки нашли трудность. Тот, кто изучал все это, сказали, что ваше заявление, Тана Кама и раби Иуда, оно не удерживает не то, что критики, оно противоречит определенному закону, который сказан в Барате в данном случае. Есть некоторые Барайта, на самом деле это Тусефта, но ее можно тоже назвать и Барайта. Барайта – это те законы. Сегодня мы начинали Мишна. Мишна, свод Мишны, он был установлен с остального времена Раби, Ганаси, Раби, его учениками, и записано все это, свод Мишны. А все, что не вошло, но изучалось, так же изучалось, называется Барайта. То, что было вне этого свода. Барайта – это тоже еврейские законы. И вот эта Мишна привела закон, который противоречит Барайте. Здесь противоречие. Варимингу. И нашли, что это противоречит. И приводит эту Барайту. Причем Барайту, в Барайте всего семь слов. Митсвота имганец гахама гдэй шиесмох гаула литфила. Митсвота. Посмотрите, как раньше учили. Это мы с вами все объясняем. Раньше все это знали с детства. Вечерно-педарно все сказано, очень коротко. Барайта так звучит. Барайта будет говорить ашма. Она не от филе говорит. А только ашма. Умитсвота и ее заповедь. Ашма в женском роде. Крия. Крия чтение. Имганец гахама. Им – это с. Нец гахама. С восходом солнца. Чуть раньше появление края солнечного диска. Но немного раньше. Заповедь шма начинает, когда с восходом солнца. Для чего? Кдэй. Для чего это сделано? Кдэй. Шиесмох гаула литфила. Чтобы присоединить освобождение к молитве. Что за освобождение? Оказывается, когда мы читаем шма, перед этим шма, тремя кусочками истории, идут благословения. И после этого, сейчас благословение, которое идет после шма, заканчивается такой фразой. Благословен, ты Всевышний, который что? Освободил евреев Галисраэль. И тут же начинается тфила. Шмоноэсре. Так положено. Чтобы наша молитва была связана с чем? С освобождением. С геулой. Такая сгула, что ли. Так мы делаем, чтобы и будущее освобождение приходилось, было даровано нашему народу в заслугу молитвы. Мы молимся, и поэтому будет освобождение, придет Машевых. Кдэйши и Смух, для того, чтобы он соединил, приблизил геулу или тфила, чтобы одно шло за другим. И поэтому, поскольку тфилу надо произносить, когда уже появится солнце, то и шма надо произносить в это время, чтобы что? Чтобы сразу после шма шло разрешенное время для тфилы. Не больше, не меньше. В этой баранике, вот это сэфта, да, сказано, на самом деле, перед этим, шма можно читать, начать вообще с момента, когда стало светло до такой степени, что с четырех шагов ты различишь своего друга. Тем не менее, лучше читать позже, чтобы сразу после благословения не надо было ждать, когда можно читать тфилу. Сразу сделать, да, геулу к тфиле. Вот о чём мне сказано в нашей Мишне. В нашей Мишне сказано, читай сразу же, как только что появится солнце. А в баранике сказано, несмотря на то, что нужно читать пораньше, как только забрезжил восток, то лучше читать, что иманэзэ хама. Так звучит баранка. Гдэй шэйсмог геула ретфила. Что отсюда следует? Отсюда в немца метпалэль бэйом. И получается, что он молится днём. Что и требовалось, да? Шма мы прочитали, когда появляется солнце, и тут же будет геула, браха, освободитель еврейского народа, и тут же мы признаем шмана Исра. И получается, что он молится днём. Молится он днём. Почему-то Амешна говорит, что время шахриты до полудня. Днём – это уже, когда солнце появляется. Вот это и есть день. Что только мы сказали об этом? «Раби и Вуд до четвёртого часа». Вместо того, чтобы сказать, что время шахрита – начало дня, ближе к восходу солнца. Почему ему сказано, что мы молимся полдня? В Барате вообще не надо было бы говорить, что читает шма с восходом солнца. Потому что есть, и как учат Мишна, можно подножать до четырёх часов, до шести. Зачем? Надо подносить её с восходом солнца. Можно же подождать, чтобы сказать шма, и сразу после этого шма на веса. Вот на что притворение. Мы говорим в нашей Мишне полдня или третий дня для шахриса. Приходит Барате и говорит, «Да рано утром! Как можно раньше утром?» Это уже день. Зачем же нам говорят об этом? И отвечает на этот вопрос ответ Гемара. «Китанье раги леватикин». «Китанье раги леватикин». Когда её учили, то мы её учили раги, эту Барате, леватикин. Это не для всех евреев, а только для особых евреев, таких героев молитвы, которая называется «Ватикин». На аромете «Ватикин», еврейский «Ватикин». Ватикин – это люди, которые вставали рано утром и выполняли эту заповедь, как только можно было её выполнить в самом начале. На самом деле, есть ещё более интересное определение. Это люди, которые выполняют любую заповедь сразу же, как только её можно уже выполнять. Они не затягивают, не говорят, ещё есть время. И откуда мы знаем, что такие ватикин так поступали? «Дама раби Йохананна». Это подобно тому, что сказал раби Йохананн. Он сказал про заповедь чтения Шма. «Ватикин гаю гумрим ота, им ганец га хама». «Ватикин», «Ватикин», «Гаю были», «Гумрим» заканчивали, «Ота» – её, чтение Шма, «Им с анец га хама», «С коронкой солнца». Ватикин заканчивает читать Шма с восходом солнца. Только они. И почему объяснили? Да потому что, вот, чтобы сразу же начать читать, соединить геулу. А все остальные, а что с остальными? «Вэкулы, алма, ад, хацот, вэту, ло». А все остальные что? Сама Гемара спрашивает. «Только до полудня, но не позже». Сейчас объяснили, ладно, что Баратта занимается ватегин. А наша Мишна занимается всеми остальными людьми. И что наша Мишна? Она говорит, «После нельзя ничего». Это тоже очень тяжело. Почему тяжело, кстати? Да очень просто, почему тяжело. Потому что у нас сейчас есть высказывание Раби Йоханана, которое вообще-то все это перечеркивает. Это очень простой текст, и мы еще успеваем, сейчас мы расскажем. Несколько строчек. Дело в том, что есть высказывание, которым следует, что Шахарит можно говорить много позже полудня. А мы высказали, что только до полудня. Читаем. Вега Амар. Обязательно, если начинается Вега, это называется «Так ведь сказали же, все не так, как ты говоришь». Или мы учили. Вега Амар, Раф Мари, Брейда Раф Гуна, Брейда Раби Йермияу, Бар Аба, Амар Раби Йоханан. Такая цепочка. Если кто-то знает закон, и он получил этот учитель, он должен сказать, какого учитель, и передать следующему поколению. Вот здесь такая цепочка. «Ну и вот ведь сказал же Раф Мари, так вот звали Раф Мари, сын Рава Уны, Гуна, это называется Брейда Раф Гуна, а он сам был сыном Раби Йермия Бар Аба, так его звали. И эти два человека, Мари, создался. Мари, ой, нет, один человек, Мари, который был сыном Рава Уны, никакого Рава Уны, их было много, а тот, который был сыном Ра, Раби Йермия Бар Аба. О, это один человек. А вот он сказал, это один человек, сказал Раби Йоханан. Что он сказал? «Таа вело гитпалель, аравид, если кто-то ошибся, нечаянно, ненарочно, таа ошибся, тауд сделал, таа вело гитпалель, и не молился, аравид, вечернюю молитву». Что он делает? «Митпалель бешахрис штайм». Если он вечером, почему-то у него не получилось помолиться, ну, не знаю, ну, не получилось, или забыл даже, видите, таа называется, или был онос называется, да, ну, решили бы о такой возможности. То, что он делает? Главное, что он незнакомый, не сказал, «Я не буду молиться, вот не хочу», а потом, «Ой, что делать?» Это не этот случай. Он сказал, «Я не помолился, ой, что делать теперь?» Так вот, Раби Йоханан дает нам правило, «Если ты вечернюю молитву не молился, метпалель бешахрис молится утром во время шахриса». Штайм, две молитвы. Первую молитву, шмонай сре, как шахрис, как шахрит, вторую, как аравит, называется, «восполнение пропущенного, машлим». Он же пропустил. Первую, как положено в это время, а вторую, как аравит. Это еще не все. Шахрит, это называется, таа вэлогитпалель шахрит, если забыл прощать шахрит, утреннюю молитву, метпалель баминха, Штайм. Так говорит рабио Ханан, пусть молится во время минхи дважды. Первый раз, как минху, второй, как в исполнении пропущенного шахрита. Отсюда следует, что шахрит можно читать во время минхи. Вот что отсюда следует. Почему доскали мудрецы, что только до полудня? Вот вопрос. Кулей йома мацлий в азель. Целый день он, мацлий в азель, может молиться, если не прочел вовремя. Что означает адхатсот? Только до полудня. Целый день может. Это надо понимать так. Если молиться до полудня, адхатсот, ягвейлей сахар тфила без мана. Ягвейлей дадут ему, будет дано ему, сахар, награда, тфила без мана. За молитву, которую он прочитал, произнес вовремя. Оказывается, когда мы произносим молитву, у нас есть две награды. Одна за молитву, а вторая за то, что ты читаешь её в положенное время. То есть, если ты её не читаешь не в положенное время, но ещё можно в некоторых случаях, сейчас мы разберёмся, в каком случае, то тогда ты просто не получишь её за положенное время. Просто получишь как награду за то, что ты молился. Ягвейлей сахар тфила без мана. Микан ваилах, если ты читаешь вовремя, адхатсот, если до полудня, дадут ему награду за то, что читает вовремя. Микан ваилах, микан отсюда, отсюда ваилах, и дальше, после хатсот, сахар тфила, ягвейлей, за молитву, сахар тфила, получит он, ягвейлей, дадут ему. Сахар тфила, без мана, ло ягвейлей, а сахар награду, молитвы, за то, что он читал вовремя, ло ягвейлей, не дадут ему. На самом деле, можно было так сказать. Раби Ханан сказал о случае, когда вынужден исправлять ситуацию. Правильно ведь? В то время, как Мишна говорит о том, как надо исполнить заповедь молитвы изначально. Поэтому он разрешил. Мишна говорит, вот так нужно говорить, а если уж получился у тебя случай, можно говорить и попозже. Вот мы сейчас нашли противоречие. Ну, что же вы говорите, до полудня, или до окончания первой, третьей дня, когда по Раби Ханану можно и позже. Можно позже, только когда ты исправляешь. Вот тогда можно. Но тогда ты получишь только половину, одну из двух наград. А наша Мишна говорит о случае, когда человек молится, ничего он не исправляет. И там все делается нормальным, регулярным образом до полудня. Мы проходили Мишну с вами, которая стоит из следующих законов. Шахарис до полудня. Раби Худу говорит, нет, до окончания первой, третьей дня. Минха. Минха до вечера. Раби Худу говорит, нет, до момента плага Минха, час в четверть. Марев всю ночь Раби Худу молчит. Мусов. Что у нас было с Мусовом? Кто нас сейчас помнит? Я просто хочу прощать, как здесь написано. Целый день. Ну, до вечера называется. Раби Худу молчит. От Шевер Шевер. До окончания первого часа, после полудня. От окончания седьмого часа. Вот на этом мы сегодня закончим с вами молитву. Теперь будем молиться. Я предупреждаю, мы не учим законы, мы учим Талмуд. И надо добавлять, какие законы выходят отсюда. И надо сама Гемара говорит, какие законы. Но так или иначе, мы теперь с вами будем обоснованно молиться и знать, что мы с вами делаем. Удачи вам в молитве, в вашей жизни и в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok